Снижаются тарифы на коммунальные платежи. Глава правительства поручил снизить тарифы и не повышать их более. Что построишь, то снесешь. В Талдыкургане принудительному сносу подвергли объект бизнеса. Торговля на совесть. В Талдыкургане работают уже 4 магазина без продавцов. Нет роботов, косовых аппаратов, нет видеонаблюдения. Все строится на совести. В Казахстане снизятся тарифы на свет, газ, тепло и электроэнергию, а также мобильную связь и интернет. Нововведения ожидаются с нового года. Кроме того, подешевеет уголь. О ходе исполнения поручений главы государства говорили сегодня на заседании правительства республики. В режиме селекторной связи в нем приняли участие все регионы. Министр по инвестициям доложил собравшимся, какая работа проводится по снижению цен на топливо для конечного потребителя. Не секрет, что каждую зиму жители сталкиваются с резким и необоснованным удорожанием угля. Сейчас запланировано подписание меморандумов между местными исполнительными органами и реализаторами твердого топлива на тупиках. По данным ведомства, в среднем по стране оно подешевеет на 2,5-3 тысячи тенге. В Алматинской области стоимость тонны угля станет ниже на 10-20% в зависимости от региона. В целом же работа по снижениям тарифов ведется более чем с 30 монополистами, отчитались профильные министерства. Пересмотр цен коснется всех услуг ЖКХ, телефонии и пассажирских перевозок. Глава Кабмина Бакшан Сагентаев поручил акимам регионов в срок принять все необходимые меры и не допустить дальнейшего роста тарифов. Правительство со своей стороны всю работу по снижению цен на угольных разрезах завершило. Теперь основная работа на акиматах. Все поставленные задачи по снижению тарифов должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Всем акимам областей и городов поручаю следить за ценообразованием. Стоимость услуги угля должна быть доступной для казахстанцев. Около 4000 квадратных метров жилья будет построено в Алматинской области в рамках государственной программы 7-20-25. На определенных 13 жилых массивах в районах и городах региона уже полным ходом идет строительство многоквартирных домов. Это первый многоквартирный дом в Талдыкургане, строящийся по ипотечной программе 7-20-25. Его строительством занимается компания «Жилсотстрой». На сегодня четвертая часть всей работы уже выполнены. Начали строить первый дом по программе 7-20-25. Это двухсекционный девятиэтажный дом, 72 квартиры. 36 квартир будет двухкомнатных и 36 квартир трехкомнатных. 20-25% строительства уже выполнено. Мы для себя сделали график. Ожидаемое завершение строительства где-то в июне месяце следующего года. Еще активнее программа 7-20-25 реализуется в Карасайском районе. Завершено строительство многоквартирного дома, возведенного в рамках этой программы в жилом комплексе «Харлагаш». Он сейчас принимает первых жильцов, в числе которых Дениза Кунтуганова. Скитавшись несколько лет по съемным квартирам с мамой, она наконец-то обрела собственное жилье. В этом ей помогла государственная программа. Мы нашли эту квартиру, данную квартиру в ЖК «Харлагаш». Стала узнавать про программы. В интернете наткнулась на программу 7-20-25. Стала узнавать, какие документы требуются. В общем, подала документы. В плане сбора документов именно для получения квартиры это не проблематично было. Но для того, чтобы получить по данной программе квартиру только на себя, имея свой собственный заработок, оказалось сложновато. Потребовали провести созаемщика. Мне в этом плане повезло, мне помогла мама. Эта программа удобна тем, что процентная ставка невысокая. 7% годовых. Для участников программы в области предусмотрены льготы. Половину первоначального взноса будет субсидировать Акимат, предоставив работнику бюджетной сферы долгосрочный беспроцентный заем в размере 1 миллиона тенге. На это уже выделено более 2 миллиардов финансовых средств. На сегодня подали заявки на участие в ипотечной программе по области около 16 тысяч человек. Многие из них получать жилье будут уже к концу года. В текущем году до конца года планируется заселить еще около 200 квартир готовых. Это в Карасайском районе, в Толгарском, в Ильичском районе. Около 200 квартир уже готовые для заселения. Потенциальным покупателям выданы копии тех паспортов, чтобы они обращались в банки второго уровня для подтверждения своей платежеспособности. Воспользоваться уникальной возможностью, стать обладателем нового жилья на льготных условиях может любой совершеннолетний гражданин Казахстана, у которого нет собственного жилья и действующих ипотечных займов. Гульнас Мустафа, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. А вот самовольные и незаконные объекты подлежат сносу. Так в Талдыкургане незаконно признано строительство очередной автомойки. На участке более 26 соток земли одна из предпринимателей Талдыкургана решила возвести новую автомойку, совмещенную с ССТО. Казалось бы, что уже через пару лет на этом месте распахнет в свои двери современный комплекс для автолюбителей областного центра. Но не тут-то было. Сотрудниками ГАЗ Калматинской области выявлено нарушение норм законодательства Республики Казахстан. В частности, предприниматель в проектно-сметной документации указал один материал строительства основного здания. В действительности, начал строить из другого, что противоречит правилам. По строительству объекта автомойки установлено, что заказчиком ведет строительство монтажной работы хозспособ без привлечения подрядной организации, имеющей соответствующие лицензии на строительство монтажной работы, а также без сопровождения технического надзора. Кроме того, применены несерфицированные материалы без марки и сертификата. Спустя время также управлением ГАЗ было инициировано исковое заявление о обязанности снести самоволь строительства. За вышеуказанные нарушения решением суда заказчик был привлечен к административной ответственности. Однако предпринимательница, вопреки всему, отказывалась сносить объект. За это судебным исполнителям были наложены соответствующие штрафы. Со дня поступления судебного акта нами производились работы. Мы обратились с представлением специализированного межрайонной экономической суд Талматинской области. С представлением о неисполнении решения суда, должника, определением суда было наложено штраф 817 700 тенге. Это было за неисполнение. Со дня получения увдомления по настоящее время должником не исполнился судебный акт. И получается, как в виде наказания был наложен штраф. На сегодняшний день судебный акт исполняется на стадии исполнения. С начала года по Талдыкургану сотрудниками ГАСК области возбуждено 69 административных дел в отношении незаконных строительств. Пять объектов на территории областного центра уже снесены. Специалисты государственно-архитектурно-строительного контроля предупреждают. Каждый незаконно построенный объект будет ликвидирован согласно всем нормам законодательства. Азадж Маханов, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. После пожара рынок Тараза продолжает работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. Для проведения пожаротушения были закрыты дороги к рынку со стороны улиц Мамбет-Батыра и Мира. Но после ликвидации огня все пути открыли, передает Хабар-24. Напомним, пожар на вещевом рынке Аул-Береке произошел вчера утром. Информация о возгорании поступила в 9 часов 13 минут. Ликвидация ликвидировать пламя удалось примерно за один час. Огонь уничтожил 700 квадратных метров, а это 9 бутиков с вещами и обувью. В тушении пожара задействовали 55 человек и 10 единиц спецтехники, как сообщили в Департаменте по ЧАЭС. Жертв и пострадавших нет. Данелия Тулешева заняла 6 место на международном конкурсе детское Евровидение в Минске, передает корреспондент на ingrnews.kz. Казахстанка набрала 171 балл. Отметим, что по итогам онлайн-голосования Данелия заняла 3 место. Победителем конкурса стала певица из Польши. 2 место заняла представительница Франции. 3 место досталось участнице из Австралии. Юная певица из Казахстана выступала 3-й, после участников из Украины и Португалии. Она исполнила песню «Уэзенгесен» на казахском и английском языках. В Алматы просили с Карлом Байпаковым. Торжественная церемония прощания со знаменитым археологом прошла в Доме ученых. На гражданскую панихиду прибыл министр культуры и спорта Арстамбек Мухаммед Диула. Также с Байпаковым простились писатель Улжас Филюменов, президент Академии наук Мурат Муриш Журинов. Городскую администрацию представил заместитель Аким Алматы Арман Крыкбаев. Напомним, Байпаков скончался 23 ноября в возрасте 78 лет. Карл Байпаков родился 17 ноября 1940 года в Толгаре. В 1963 году он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета кафедры археологии. Байпаков был академиком Казахстанской академии наук. Найти работу по специальности при отсутствии опыта реально. Благодаря госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Она в Сарканском районе реализуется активно. Еще легче найти работу через электронную биржу труда «Энбек Кизет». Именно ею воспользовалась жительница города Саркан Лаура Кабалдина. Составившим резюме на портале соискателем созвонились работодатели сами и пригласили ее на собеседование. Так Лаура устроилась в районный дом культуры. Здесь в центре занятости создано специальное место, установлен компьютер, он подключен к интернету. Поэтому я и приходила сюда, чтобы воспользоваться возможностями портала «Энбек Кизет». Если честно, не была уверена, что так смогу найти работу. Через неделю мне позвонили. Я нашла работу юриста. Это эффективная система, рекомендую. Электронная биржа труда нам очень удобна. Как у нас вакансы появляются, мы сразу ставим электронную биржу. Оттуда нам отправляют резюме биржа труда. Нам очень помогает. И удобно работать сейчас. С начала года мы где-то 17-20 специалистов через электронную биржу на работу брали. После демобилизации из армии Мадьяр Сахмхали сразу же обратился в центр занятости. Консультанты центра порекомендовали ему пройти шестимесячную оплачиваемую практику ветеринарной службы района. Способный, ответственный к своим обязанностям Мадьяр, но отлично прошел этот испытательный срок. Теперь он полноценный штатный работник. Я устроился на ветеринарную станцию специалист по ИСЖ. Это такая программа. Здесь мы проводим идентификацию сельскохозяйственных животных. Услышал о возможностях новой программы развития массового предпринимательства и животновод Омар Алида Птербекула. Он обратился в центр занятости. Прошел обучение в течение месяца и получил кредит по низкой процентной ставке. Теперь у Омар Бека официальный статус – предприниматель. Получил 2 миллиона тенге. На эти деньги приобрел 7 голов крупнорогатого скота молочного направления. Я планирую на следующий год реализовать молоко, полученный приплод, со временем ставить на откором. Наряду с этим строю новый сарай. Там планирую откармливать мелкий скот. Кредит от государства очень приемлем. Я думаю, что у нас все получится. В целом, желающих воспользоваться новой программой продуктивной занятости и массового предпринимательства в Сарканском районе очень много. В текущем году у нас 1722 человека были охвачены мерами занятости. В том числе 203 человека охвачены краткосрочным обучением. Также в рамках второго направления 179 человек прошли обучение по проекту «Бизнес Бастал». И 41 человек получили микрокредитерную общую сумму 121 миллион 200 тысяч тенге. В рамках третьего направления 95 человек направлено на молодежную практику, 516 человек на общественные работы, 58 человек на социальные рабочие места и 638 человек трудосторожные на постоянном месте работы. Работа найдется и для всех категорий граждан в рамках этой программы. Она поможет найти подходящую вакансию не только в нашем, но и в других регионах Казахстана. Гульназ Мустафа, Айдус Калеев, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Как бы вы отреагировали на магазин без продавца, где нет никаких камер, контроля и все построено на честности? Бери и уходи. Платить за это или нет, тебе решать. Но при этом цена на товар, калькулятор и деньги на сдачу именно на кассе стоят. Именно такие условия «Уголки честности» заработали в Талдыкургане сразу в четырех учреждениях. Некоторые из них работают уже несколько дней. Насколько честны талдыкурганцы, узнавала наша съемочная группа. Подпрограмма «Начни изменения себя» направлена на повышение роли госслужащих, как драйверов и агентов изменений в стране. В этой связи на местах проводятся различные мероприятия по повышению уровня профессионализма и человечности госработников. Один из таких проектов – магазины честности, где все построено на полнейшем доверии людей. Вообще мировое сообщество, сегодня мы говорим об автоматике, цифрализации, это контроль, контроль, еще раз контроль, и сделает работу обыкновенных людей, трудящихся, государства более мобильным, оптимальным, доступным. Но это техника, это технология. А человек, как индивидуум, такие понятия, как честность, он остается при человеке. Честный поступок, честное реагирование, честный вопрос, честный ответ, честные предложения, честные рекомендации. Я думаю, это нелегкий шаг, но мы должны его преодолеть. Весь мир над этим работает. Магазины честности уже работают в департаменте охраны общественного здоровья и государственных доходов в областном Акимате. Идею также поддержали и в политехническом колледже, хотя вначале относились к этому с недоверием. Я вот встречался со студентами колледжа нашего политехнического. Они друг другу не верят. Учителя, руководители своим воспитанникам не верят. А воспитанникам рядом вроде в одной группе учатся, рядом ходят, да? Но в то же время, когда надо было честно рассчитаться каждому по индивидуальности, он уже рядом сидящему, своему другу или подружке уже не верит. Ну, не верит, наверное, неправильно сказано, громко сказано. Сомнения есть. И вот этот барьер мы должны в Казахстане, в частности в Талдыхургане Алматинской области, должны преодолеть. Сегодня в политехническом колледже обучаются 1600 студентов. Купить что-нибудь в столовой на перемене многие просто не успевают. Но теперь работает этот столик, где также учащиеся могут купить нужные и оставить требуемую сумму по совести. Сегодня я купил напиток «Фьюз» за свои деньги, то есть положил деньги в баночку, взял себе сдачу. Думаю, что это удобно, потому что не стоишь в очереди, не задерживаешься. Взял, что тебе нужно и пошел. С одной стороны, это какой-то урок студентов честности и порядочности. Сомнения всегда есть, но я думаю, надо начинать с себя, надо начинать доверять людям, давать им шанс, то есть показать себя, показать свои действия. Если не начинать с того, что мы сейчас делаем, у нас не будет доверия к людям. Инициаторой такого новшества – Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматинской области совместно с Общественным Объединением СГЛЕКТ-ЭСТЕР. Отметим, вырученные средства планируют направить на благотворительность. Семь граней Великой степи. Новая статья главы государства затрагивает сокровенные нити историй, традиций, быта. Его значимость обсуждают во всех уголках области. В ходе разбора статьи текелицы отдельно остановились на каждом пункте. Глава древней металлургии Великой степи всецело подходит к нашему региону, отметили местные ветераны и общественные деятели. Так как текели – кладезь свинца, цинка, серебра и кадмия. Есть исторические данные, что на месторождениях специалисты находили шлаки древних плавилин. Однако крупная добыча и переработка металлов началась с 1942 года. Строились заводы, появлялись рабочие места. С тех пор промышленность текели вносит неоценимый вклад в благосостояние всей страны. Статья мне очень понравилась. Я всегда интересовался историей. Рад, что ей начало уделяться должное внимание. Подрастающее поколение сейчас принимает на себя огромный поток информации. Но именно традиции и история лягут в основу их светлого будущего. Затронули на встрече ежегодное послание главы государства. Рост зарплат – один из основных постулатов. Акимана города Бахтяр-Онирбаев отметил, что цены на отечественные товары не должны повышаться. Хоть и ожидается повышение зарплат, предприниматели с пониманием встретили его просьбу и обещали предпринять соответствующие меры. Для того, чтобы выполнить эту программу, надо увеличить объемы производства, надо эту продукцию реализовать и постараться, как вот была такая установка, не особо повышать цену. Хотя это вопрос очень сложный, но его надо делать. Значит, в настоящее время у нас заработная плата порядка 30-35 тысяч средняя. Я думаю, что мы найдем свои внутренние возможности для того, чтобы эту программу выполнить. Значит, наш предприятие выпускает молочную, кисломолочную продукцию и поставляет ее на рынки города Алматы, города Талдыкургана и нашей Алматинской области. На сегодня ответственными лицами ведется повсеместная работа по выполнению поручений главы государства. Общий рост благосостояния и сохранение национальных достояний – одно из главных целей. Елеман Ромеков, Мадина Беркоза, Жайк Курмамвайф, телеканал Житсу, Текили. Природный пожар Кэмп на севере Калифорнии, признанный самым разрушителем в современной истории этого американского штата, полностью локализован. Об этом сообщили представители Управления лесного хозяйства и пожарной охраны. Стихия, разбушевавшаяся 8 ноября, уничтожила город Парадайз и стала причиной гибели 85 человек. Порядка 250 числятся пропавшими без вести. Поиски тел погибших до сих пор продолжаются. Огонь уничтожил 62 тысячи гектаров земли и около 14 тысяч домов в Парадайзе и его окрестностях. Жители Тайваня против однополых браков. Таков результат референдума, прошедшего в субботу на острове. Большинство голосовавших согласились с существующей формулировкой определения брака в законодательстве Тайваня, по которой союз может заключаться только между мужчиной и женщиной. На внесение изменения в гражданский кодекс настаивало местное ЛГБТ-сообщество. За признание только разнополых браков выступили более 7 миллионов тайваньцев, против более 6. По данным Европейского агентства по окружающей среде, бывшая Югославская республика Македония – самая загрязненная страна Европы. Из-за автомобилей и печного отопления концентрации загрязняющих веществ в воздухе в 10 раз превышают здесь допустимые уровни. Пульмонологи пытаются разъяснить людям, насколько опасно такое положение дел. В адрес властей все чаще раздается критика из-за неспособности решить проблему. В Министерстве охраны окружающей среды ежедневно отслеживают данные станции измерения качества воздуха. Сейчас правительство страны задалось амбициозной целью – вдвое улучшить качество воздуха в ближайшие два года. Более 150 саженцев хвойных деревьев планируют посадить власти Жаркента до конца текущего года. На данный момент около 70 работ по озеленению города выполнено. Еженедельно в акциях по благоустройству райцентра принимают участие около 30 человек. В основном в ряды борцов за чистоту и красоту родного края вступают государственные служащие. За пять месяцев 2018 сотрудники каждого местного учреждения внесли свой непосильный вклад на процветание малой родины. Стоит отметить, что мероприятия такого рода проводятся в каждом уголке нашего региона. В целом в этом году в области будет посажено около 60 тысяч новых саженцев. Отметим, осенний этап по озеленению стартовал в начале сентября. Продлится он до конца ноября. В городе Жаркент я работаю пять месяцев. За это время мы провели 10 субботников. Ежедневно коммунальными службами райцентра вывозится около 60 тонн мусора. Во время субботников количество вывозимых отходов составляет порядка 200 тонн. Что касается в целом благоустройства, то 75% дорог в городе полностью асфальтированы. На некоторых участках проводится малый ремонт. Помимо этого активно ведется работа и по газификации. Сейчас к голубовому топливу подключены порядка 30% абонентов. Праздник дружбы и спорта. В детско-подростковом клубе «Мушельтой» города Талдыкурган прошли состязания по интеллектуальным видам спорта. Турнир проводился в двух направлениях – по шашкам и шахматам. Примечательно, что приглашены на него были не только воспитанники дворового клуба, но и особенные дети. Воспитанники Талдыкурганского центра дневного пребывания для детей-инвалидов Байтирек и Умыт Хоксусского района. На протяжении всего мероприятия в зале царила атмосфера доброжелательности и теплоты. Участники соревнования благодарны организаторам за возможность помериться силами в шахматно-шашечном поединке, пообщаться друг с другом и найти новых друзей. По итогам соревнований все ребята награждены почетными грамотами и призами. Как отмечают организаторы, подобные встречи для людей с ограниченными возможностями являются настоящим праздником. Ведь самое главное для них – это внимание и поддержка. Мы каждый год проводим множество различных культурных и спортивных мероприятий для ребят различного возраста. Особенных детей мы приглашаем на наши спортивные праздники ежегодно. И очень рады, что у нас всегда все получается хорошо. Все участники остались очень довольны. А девочки и мальчики с ограниченными возможностями смогли продемонстрировать свои способности и зарядиться хорошим настроением. У всех было желание участвовать и побеждать. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...